В Свердловской области оперативники разыскивают местного живодера, который жестоко расправился с двухмесячным щенком в лесу. Его не остановили ни очевидцы, ни жалобный вой пса. Но соседей происшествие не удивило. По их словам, собачник убивает питомцев уже не в первый раз. И это далеко не единственное, что пугает всех в округе. Моя коллега Татьяна Балыкина узнала, в каких еще преступлениях подозревают агрессивного рецидивиста. Жалобный собачий вой и истошные крики ночью жители одного из дворов в Новоуральске так и не смогли уснуть. Из-за шума им пришлось выйти на свои балконы. На улице они увидели соседа, который вывел на прогулку маленького щенка. Собака-то бежит и вот так вот кубарем, он ее вот так пинает. И она скулит просто истошно. Я смотрю, беленький щеночек маленький, думаю, что она сделала ему плохого, что он ее вот так. Как выяснилось позже, собаку вели на убой. Крики услышал прохожий. Он помчался за живодером и попытался его остановить. Еще одним очевидцем стал хозяин местного бара. Забежал мальчишка молодой, примерно лет 18. Попросил о помощи. На что мы спросили его, что случилось. Он объяснил, что убивают в лесу собаку. Придя туда, в лес, мы увидели, что собака лежит в луже крови. Маленький щеночек белого цвета, из ушей, изо рта кровь. Спасти щенка не удалось. Его убийце оказался ранее судимый 47-летний Андрей Селезнев. Объясняйте, за что вы убили этого щенка. Я сказал, он меня ухлечил. Двухмесячный щенок. Виновным Селезнев себя не считает. Его сожительница утверждает, что жестокость к животным он проявляет впервые. Пошел домой, мне сказал, что любимая моя, что я убил собаку, не гугайся только на меня. По словам знакомых Селезнева, в квартире Андрея целый питомник. Условия, как на скотобойне. А убийство щенка в лесополосе не первое. Соседи неоднократно жаловались на семью в полицию и вызывали к ним домой зоозащитников. Начались звонки и рассказывания, что убиты не два щенка и не три, а в пределах 10-12. Они берут на авито щенков, они потом выставляют якобы на отдачу, потом резко снимают это объявление, и щенки исчезают в низчесном направлении. Произошедшим уже заинтересовались сотрудники полиции. В ходе опроса хозяина о собаке 1977 года рождения, который пояснил, что в эту ночь он возвращался домой из гостей с собакой. Она укусила его, с чего нанес ей один удар. По результатам проведенных проверок будет принято процессуальное решение. Селезнева обвиняют в жестоком обращении не только с животными. Несовершеннолетние знакомые его сожительницы рассказали, что он несколько раз приставал к ним, когда был пьяным. Я лежала на одной отдельной кровати, и он ко мне ночью пришел и начал в интимные места лезть. Я, естественно, Кристине это сказала, не стала в полицию обращаться. Кристина об этом не поверила, но ему уже не первый человек говорит, что еще раз такое повторится, и просто в полицию все пойдем. Сожительница Селезнева забеременела от него, когда ей еще не было 18, и сейчас их ребенку два года. Нам удалось выяснить, что семья находится на учете в органах опеки. По этому факту, Следственным комитетом по Свердловской области проводится процессуальная проверка. В ходе проверки принимаются меры к опросу очевидцев, изучаяся характеризующий материал, выполняются иные процессуальные действия, чтобы детально разобраться в ситуации. Сейчас Андрея Селезнева нет дома. После убийства собаки он уехал из города. Всех животных, которые оставались в квартире, его сожительница отдала в добрые руки. И пообещала зоозащитникам, что заводить новых питомцев не будет. Татьяна Балыкина, Дарья Верста, экстренный вызов.